Как правильно праздновать праздники? Давайте поговорим сегодня о том, как, например, правильно праздновать такие праздники, как День Благодарения, Рождество Христово, Пасха и другие. Обычно на праздники собираются семья, друзья. Мы предвкушаем классное настроение и хорошее время общения. Я, например, заранее планирую, где буду я, во что оденусь я и с кем буду я. Стоп! А что все я да я? А как насчет подумай чуть дальше, не просто о себе, не просто я и мое или я и мои, а как насчет тех, которые чужие, бедные, больные, разбитые, далекие и одинокие? А что если им подарить праздник? Они будут в шоке, что вспомнили о них. Невольно у них вырвутся слова «Бог есть» и «У Него есть свои люди». Вывод и призыв в этом видео очень простой. Я верю, что каждый христианин призван не жить для себя. И правильно праздновать праздники – это когда мы во время этих праздников думаем и заботимся о других. Я понимаю, что главное не понимать, не потерять смысл праздника, вспомнить о Господе. Это точно стоит. Но я хочу сделать акцент на другое. Вы скажете, ну а как же моя семья? Я не против семьи. Часто праздники – это больше, чем один день или один выходной. И вот на протяжении этих нескольких дней один день празднуйте только с семьей. Второй день празднуйте и приглашайте нуждающихся людей. Уделите им внимание. А в третий день просто отдыхайте все, что вы придумаете. Этот призыв, друзья, основан не просто на моем мнении. Вся Библия, Старый и Новый Завет, они пропитаны служением, которое называется гостеприимство. Сегодня это не популярно, особенно в западных странах. Это не модно, это не выгодно. Мы, люди, стоем более эгоистичны и закрыты. Если у тебя есть смартфон, тебе, в принципе, больше никто не нужен. Знаете ли вы, сколько раз Библия призывает нас быть гостеприимными? Я специально не назову вам ответ. Попробуйте сами покопаться. Несколько стихов из Писания. 1 Тимофея, 3 глава, написано, описывается качество или критерия служителя. И там написано, что он должен быть честный, непорочный и также гостеприимный. 1 Тимофея, 5 глава, описываются одинокие люди, вдова. И также написано, что она должна быть известна добрыми делами и должна проявлять гостеприимство. Римлянам, 12 глава, еще очень такая уникальная ситуация. Написано, утешайтесь надеждой в скорби, будьте терпеливы и ревнуйте о странноприимстве. Будьте гостеприимны, ревнуйте. То есть достигайте, старайтесь, ищите этого, прилагайте усилия. Но интересно, когда, в какой сезон жизни? Именно тогда, когда больно, когда трудно, когда тяжело, в скорби. Здесь написано в скорби. То есть это не просто в проблемах таких обычных, а это большое горе. И именно даже в этот сезон вашей жизни все равно служите другим, замечайте других. И в этом списке стоит гостеприимство. Этим мы служим Богу. Дальше 1 Петра 4 написано, будьте друг другу гостеприимны без ропота. Не просто это делайте, ну ладно, без ропота. Вот это один главный критерий, важный критерий. В Матфея 25 глава написано, Иисус говорит, что все, что вы сделаете, одному из простых людей, просто дав ему покушать или попить, это все равно, что вы делаете это мне. То есть вы служите не просто людям, вы этим служите Господу. Правда, вы бы, наверное, не против, ну как-то Господу хоть когда-то угодить, послужить. Вот простой метод. У всех у вас есть, наверное, стол и четыре стула. Приглашайте людей, садите их рядом, служите им. В Колоссяном 3 глава написано, делайте это от души, как для Господа, а не как для человеков. А Луки 14 глава, в заключение хочу сказать, там написано, приглашайте не только одних друзей, но приглашай к себе бедных, увеченных, хромых, слепых, и благословен будешь ты. Здесь очень ясно подчеркивается, что мы должны приглашать людей непопулярных, незаметных, одиноких, разбитых, больных и так далее. Разрешите вас спросить, когда последний раз у вас дома были гости? Я имею в виду не родственники, не друзья, а люди просто, которые нуждаются во внимании и поддержке. И вы послужили им. Вы знаете, если мы живем только ради себя, это противоречит духу Евангелия. 2 Коринфянам 5 глава написано, Христос умер за всех, чтобы живущие уже не жили для себя. Проходит неделя, месяц за месяцем, а мы часто живем для себя. Когда мы открываем наши дома, для этого нужно усилия, для этого нужны какие-то затраты. Но мы этим служим и начинаем жить не только для себя. Эгоизм, он никогда не принесет удовлетворения. Это обман дьявола. Жизнь быстро проходит, друзья, и нам не будет даже чего вспомнить. Но когда вы делаете что-то ради кого-то, это насыщает, это обогащает, это дает смысл жизни. В Старом Завете было три разных десятины. Первая десятина — это было приношение в храм. Это предназначалось для левитов, священников. Вторая десятина была специально предназначена для праздников. А третья десятина, как вы думаете, для чего? Это было для бедных, для пришельцев. Это здесь очень ярко показывается, что Бог заложил принцип, что не только сам наслаждайся, но думай и заботься о других. Поэтому, друзья, не только практикуйте это служение, но и научите этому ваших детей. Меня научил этому мой отец. Я безмерно ему за это благодарен. Попробуйте, попробуйте подарить подарок ребенку-инвалиду. Попробуйте удивить себя и ту бабушку, которую вы посетите. Попробуйте дать кому-то сто долларов, кто в этом очень нуждается. А потом попробуйте разобраться в своих чувствах. Да, вы обнаружите то, что приходит от Бога внутри, когда мы стоим Его руками. Евреям 13 написано, не забывайте, значит, можно забыть. Не забывайте благотворительности и общительности, ибо таковы жертвы угодны Богу. Поэтому, друзья, празднуйте и не забудьте дарить праздник другим.